Девушки отдыхают Смотрите по будням в прямом эфире в 19.00 и круглосуточно во всех социальных сетях. Только главные новости Юга-Сибири. Только Нота Бена. Девушки отдыхают Акасия переходит на очередной третий этап снятия коронавирусных ограничений. Об этом сегодня расскажем. Здравствуйте, меня зовут Людмила Сергеева и это «Час Юга-Сибири». Был обнаружен, тело обнаружено. На дне? Да, конечно, на дне. Глубина предварительно 80 сантиметров. Спасатели нашли тело пропавшего в майна мальчика. Его двое суток искала полиция, МЧС и волонтеры. Бьет вода отобсюду. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что творится? Режим ЧС ввели власти Баграда. На райцентр обрушился град. Расскажем, какой ущерб нанесла стихия. Затопленная сауна, испорченный погреб. В Черногорске от порыва канализации пострадали как минимум 10 таунхаусов в вылетном районе. Надежда Савельева расскажет, кто в ответе за ущерб. Обратная связь расскажет, когда женщины в декрете смогут бесплатно получить образование от центра занятости. Пропавшего два дня назад в Майна шестилетнего Максима Ульянова нашли. Он погиб. Утонул неподалеку от улицы, где жил с родителями. Почти двое суток продолжались поиски мальчика, который ушел на прогулку с пятилетней Галей Сычевой. Тело девочки вытащили из Енисей, отдыхающие два дня назад в нескольких километрах от Майна. Все время с момента обнаружения малышки Максима искали спасатели, волонтеры, полиция. Жители. Все надеялись, что он жив. Но сегодня днем спасатели обнаружили мальчика на дне Енисея. Калмаков одел костюм водолазный и начал прочесывать по воде. Я прочесывал уже водой, обходил, потому что на выходе протока мелкая. При прочесывании уже мелкой части протоки было обнаружено, тело обнаружено. На дне? Да, конечно, на дне. Глубина предварительно 80 сантиметров. По предварительной версии, дети спустились к реке недалеко от места, где нашли Максима. Каким-то образом оказались в воде. Девочку течением унесло ниже поселка, а мальчик оказался в протоке, где мелкая. И двое суток находился там. Спасатели отмечают, что подобные случаи гибели детей на воде не редкость. И просят родителей не отпускать своих малышей одних к водоемам. Хакасия готовится к третьему этапу снятия ограничений. Власти региона планируют с 24 августа разрешить работать всем, кто представляет какие-либо услуги, а также открыть всю торговлю. Также антивирусный штаб обещает разрешить спортсменам проводить соревнования, но только без зрителей. Потому что массовые мероприятия останутся под запретом. Неизвестно, что будет и с масочным режимом. Постановление глава Хакасии подпишет только в пятницу. При этом коэффициент распространения коронавируса в Хакасии 0,8. И это много для того, чтобы ослаблять хватку. По идее, на третий этап Хакасия может переходить только если коэффициент составляет 0,5. В Хакасии за сутки заболело коронавирусом 19 человек. Как всегда, заразу подхватила часть из них на работе или дома. У семерых проявилось в виде простуды, у двоих пневмония. Четверо осами пошли и сдали тест. Еще двое приехали из Красноярска. Выздоровело за сутки 38 человек. Так, с начала сезона переболело коронавирусом 2950 человек. В больницах еще остается 229 пациентов. 21 тяжелый и двое на ИВЛ. Новых смертей нет. Очередной град прошелся по Хакасии. Да так, что в Баградском районе власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Там в райцентре градины побили крыши, урожай. Видео на своей странице во Вконтакте опубликовал учитель местной школы Игорь Фатеев. Град выпал в Баграде накануне. Автор видео рассказал, что стихия побила урожай. Пострадали крупные вилки капусты, огурцы, помидоры, которые росли вне теплицы. Снял учители то, что непогода наделала на сельской улице. Грязевые потоки ручьем текли в огород соседа. Глава Баграда Александр Петров рассказал, что пострадала также местная школа, дом культуры и два многоквартирника. Там требуется ремонт кровли. Еще убытки понесли владельцы девяти частных домов. Вода размыла огороды и затопила подполье. Дороги местами также подмыл поток. Подсыпать проблемные участки, со слов Александра Петрова, начали еще вечером 19 августа. Убытки от стихии чиновники еще подсчитывают. В Хакасе откроются пункты тестирования на ВИЧ. Это всероссийская акция. Мобильные станции появятся в Абакане, Саиногорске, Черногорске, Беломяре и Усть-Абакане. Как сообщает портал правительства Хакасе, результаты будут выдавать сразу. Проводить тесты медики начнут с 31 августа с полудня до 6 часов. К новостям вернемся через две минуты и вот что покажем. Невозможно. Гавкают огромные. Дети их боятся. Мы очень переживаем за вот это. Абаканские мамы по Аскизской боятся старей собак на детской площадке. Анна Янгулова выяснила, поможет ли людям мэрия. Дорогостоящая плитка была выложена, керамическая. Изделия из дерева, тоже дорогостоящие, которые придется сейчас все обменять. Авария на канализации уничтожила дорогие ремонты таунхаусов в Черногорске. Надежда Савельева выяснила, кто виноват в потопе. Лови момент. Воспользуйся блестящим предложением. Обручальные кольца 2 990 за грамм. Ювелирный салон «Золотое яблоко». Шевченко 64. Интернет, телевидение, телефония. От компании «Орион Телеком». Телефон службы подключения. 215 512. На чем спят жители Республики Хакасия? Конечно, на матрасах, кроватях, подушках «Хилдинг Андерс». Только сейчас скидки до 60%. «Хилдинг Андерс» работает для вас в прежнем режиме. В Абакане на Торосова 15. Меховая фабрика «Зимняя сказка» в Абакане. 17 по 23 августа с 10 до 20 часов. Торговый комплекс «Енисей». Скидки на все до 50%. Задумались о покупке электрогриля? Сделайте это сейчас! Только 21, 22 и 23 августа. Шок цены в Хакас косметике. Электрогриль с антипригарным покрытием всего 1599 рублей. Натуральное мыло «Флорисан» 99 рублей. Количество товара ограничено. До 26 августа специальное предложение. Крышка для банки 2 рубля. Хакас косметика. С нами выгодно. Прошло то время, когда школьная форма была скучной и однообразной. Теперь это тренд и показатель статуса. Удобная и стильная одежда ждет тебя в магазине «Центр моды» «Ваза Контакт». Новая супер хиты, супер напитки. Слушай, новое радио. Новая. Обеды в садиках и школах Хакасии могут подорожать в три раза. Абакана и Черногорска это не коснется, а вот в селах такое возможно, предупреждает Ассоциация муниципалитетов Хакасии. Главы районов полагают, что правительство региона хочет свесить на местные бюджеты оплату труда вспомогательного персонала, в том числе работников столовых. Частично получку из местных бюджетов выдают муниципалы и сейчас, а после 1 сентября будут выплачивать всю зарплату без помощи республики. Глава Ассоциации Абрекчултыгмашев говорит, что бедным городам и селам не потянуть такое бремя. До конца года им нужно где-то раздобыть 80 миллионов рублей. Единственный выход, по словам сельской власти, это поднять стоимость обеда до 140 рублей. Минфин Хакасии пояснил, что вопросы будут решать после 1 сентября, когда новое правило заработает. От коммунальной аварии в Черногорске пострадали больше 10 домов. Это предварительные данные. Накануне в элитном районе Черногорска Лужники затопило таунхаусы нечистотами из канализации. Надежда Савельева выяснила, кто виноват и кто возместит ущерб. Вот уровень воды был. То есть вот уже мокро, откачали одну у нас машину. Житель Черногорского района Лужники Андрей показывает, как затопило их подвал после коммунальной аварии. Все, что хранилось на цокле таунхауса, пришло в негодность. А это бытовая техника и овощи. А это уже подвал другого жителя элитного района Михаила Доценко. У хозяина дома на цокле достраивалась сауна. Семья собиралась приступить к отделке первого этажа. На стадии завершения у нас был ремонт, то есть там, да, дорогостоящая плитка была выложена, керамическая, также, да, изделия из дерева, тоже дорогостоящие, которые придется сейчас все менять, все снимать, все заново переделывать, демонтировать. Чтобы спасти имущество, люди выгребали ведрами воду из подвалов. Кто-то нанимал спецтехнику для откачки зловонной канализации. Жители говорят, подобная авария случалась два года назад. Люди предполагают, что где-то в городской канализации произошел затор. Держим трубу, чтобы она вся течет, и она оторвалась. Мы начали затыкать все, взяли, поменяли трубы в воду, черпали все из подвала. Целиком прорвало. Пока люди черпают ведрами зловонную воду из подвала, в коммунальные службы пытаются добраться до канализационной трубы. Рабочие говорят, что она забилась. Чтобы прочистить трубу от засора, рабочие раскопали два котлована недалеко от района Лужники, метров 300. Работы велись вчера до часу ночи и сегодня в течение дня. В Хакрес-Водоканале, говорят, все починили. К ним претензий быть не должно. Канализацию застройщик так и не передал им на обслуживание. Хакрес-Водоканал в свое время выдал точку подключения, это вот этот северный коллектор. Все остальные моменты, чтобы вот такого не было, они должны были быть предусмотрены проектом. То есть либо обратные клапана, уклоны, там целая масса мероприятий. Строительством Лужников занимался застройщик Черногорск отдел строй, руководителем которого был Смольников. Он же возводил дома для погорельцев Шира и получил срок за дачу взятки. В администрации города, говорят, коммуникационные сети Лужников числятся бесхозными. Однако по закону их обязан обслуживать гарантирующий поставщик. А в Черногорске это Хакрес-Водоканал. Чтобы людям добиться возмещения ущерба, Минстрой Хакасии рекомендует запросить у Хакрес-Водоканала акт. В бумаге будет указана причина аварии и на каком участке сети она произошла. Также необходимо нанять эксперта, который установит сумму ущерба от потопа. С этими документами можно обращаться в суд. Надежда Савельева, Евгений Сульбереков, Григорий Сараев, Нота Бена. Стаи бродячих собак поселилась на детской площадке дома по Аскизской 210. Как говорят люди, псы там чувствуют себя хозяевами. Плюс режим дня у них специфичный. Бурная деятельность начинается у собак в 4 утра. Сопровождается она лаем и воем. Анна Янгулова поговорила с жителями и узнала, как можно решить проблему. Это одна из собак, стая которых пугает жителей МПС. Как говорят люди, дворняга недавно ощенилась и ее выводок живет в гаражах. Остальные псы во время съемок куда-то исчезли. Но в то, что они отравляют жизнь местным жителям, поверить просто. Люди стаю собак запечатлели на видео. Это вот утро, 5 утра. Собачки благополучно лежат возле детской площадки, рядом стоянка. Появились собаки только этим летом. Как говорят люди, прикармливает их какой-то мужчина. Плюс манит собак помойка напротив гаражей. У собаки нету чипа, поэтому неизвестно, бешеная она или нет. Еще в стаи собак примерно 8. Они, как поясняют жители, примерно вот такого роста, агрессивные, и людей пугают. Сучка, допустим, начинает гулять. Кобелей куча. Они начинают на эту, кто возле нее будет. То есть они начинают кидаться даже друг на друга. Невозможно. Гавкают. Огромные. Дети их боятся. Мы очень переживаем за вот это. В управлении коммунального хозяйства Абакана сообщили, что проблему жителей по Аскизской они решат. От одного из жителей накануне поступила заявка на отлов бродячих собак. Мы в свою очередь в соответствии с требованиями нормативных документов составили заявку на отлов и направили ее подрядчику. С начала этого года уже отловлено 192 особи. И до конца года в рамках выделенных лимитов у нас планируется еще отловить 56 особей. Уже после съемок специалисты управления коммунального хозяйства сообщили, что двух собак подрядчик на Аскизской выловил. Обычно специалисты проверяют здоровье животного, ставят прививку от бешенства и стерилизуют. Дальше псов выпускают в среду обитания. Как пояснили в Управлении коммунального хозяйства, несмотря на эти меры, бродячих собак меньше не становится. Поэтому ведомство направило письмо в Министерство сельского хозяйства Хакасии об увеличении лимитов на отлов бродячих собак. Анна Янглова, Василий Самоделкин, Нота Бене. Клещи в Хакасии активны. За прошлую неделю укусили 28 человек, из них 10 дети. Всего за сезон покусано клещами 2784 человека. Двое заразились энцефалитом, четверо – боррелиозом. Утром дорожные полицейские Абаканы устроили облаву на дорогах. Поймали троих бесправников. Одного лишунника, один водитель отказался пройти тест на алкоголь. Полиция продолжит рейд в пятницу. 22 августа в Черногорске пройдет велозабег в честь Дня российского флага. Присоединиться могут все желающие, у кого есть свой велосипед. Старт в 11 утра от городского парка. Штраф может получить бабушка, которая сбила свою внучку в лифте Красноярска. Это попало на видео. Штрафом наказать бабушку просят следователи, сообщает Прима. В Швейцарии на видео попала воздушная перевозка коровы с помощью вертолета, пишет Рамблер. Так хозяин буренки спускал с горы хромающее животное. После земли встали на лед. Это другие эмоции. Вспоминаем коньковую подготовку. Саяны провели первую тренировку на льду. Расскажем, какие задачи на сезон. И покажем легионера из Швеции. Промышленники Хакасии продолжают кормить медиков горячими обедами. Майорыхский разрез продлил договор с поставщиком до середины сентября. Напомним, угольщики оплачивают питание медикам Республиканской инфекционной больницы четвертый месяц. Полсотни сотрудников инфекционной больницы каждый день контактируют с зараженными коронавирусом. Работать приходилось в условиях изоляции. Отдохнуть медики уходили только в специальное общежитие. Медработники говорят, месяцы пандемии дались им тяжело. И при скудном рационе совсем бы не осталось сил, говорят медики. А еще в стенах больницы они скучают по семейным обедам и ужинам. Конечно, угнетение от того, что ты не можешь со своей семьей общаться. Но нам для этого и помогали. Что, да, действительно, еда не напоминала больничную. Она напоминала спокойную домашнюю еду. Полностью сбалансированный рацион. Потому что и наш иммунитет непосредственно, чтобы вырабатывался, нам нужно обязательно сбалансированное питание. Всего Майорыхский разрез выделил на трехразовое комплексное питание больше двух миллионов рублей. И сотрудники Республиканской инфекционной больницы еще на месяц обеспечены полноценным рационом. Саяны Хакасии возобновили тренировки. Сегодня она прошла на новой ледовой арене спортшколы. Команда готовится взять очередное чемпионство. А помогать в этом будут новые игроки. Один из них приехал из Европы. В этом сезоне Саяна на лед выходит впервые. Сегодня у команды тренировка под крышей арены ССК в военном городке. До этого хоккеисты поддерживали форму на стадионе и в спортзалах. После земли встали на лед. Это другие эмоции. Вспоминаем коньковую подготовку. Вспоминаем работу с клюшками. Каких-то тактических наработок особых нет. Просто идет чисто техническая работа. Где ребята после долгого перерыва просто вспоминают те элементы, которые нам нужны для дальнейших сборов, для дальнейшего какого-то участия в других каких-то сборах или соревнованиях. Тренироваться здесь в Саяны будут две недели. Потом у команды запланирован сбор в Красноярске. Там хоккеисты сыграют товарищеские матчи и продолжат подготовку к высшей лиге. Помогать выиграть кубок будут новички. Их четверо. Приехали они из Кемерово, Красноярска и Москвы. Есть и звезды. Нападающий Иван Децура в прошлом сезоне играл за шведский клуб «Каликс». Напомним, чемпионский титул Саяны сохранили. Из-за коронавируса московский финал в этом году не состоялся. По результатам прошлого сезона хоккеисты должны были перейти из высшей лиги в суперлигу. Но из-за отсутствия финансирования этого не произошло. В планах у команды снова победа. Почему не работает детская библиотека по Кате Перекрещенко и когда начнется обучение женщин в декрете по федеральной программе «Демография»? На эти и другие вопросы ответит обратная связь. Задавайте свои вопросы по номеру 222-700, а также в мессенджеры Нотабены. Субтитры создавал DimaTorzok Такой порядок предусмотрен федеральным законодательством. Так, например, если Людмила Николаевна уволится с работы в сентябре, то уже в январе она получит увеличенный размер пенсии. А вместе с ней и доплату за октябрь, ноябрь и декабрь. Татьяна Изабакана спрашивает, почему не работает детская библиотека по Кате Перекрещенко 12 и когда она откроется? Сами работники объясняют посетителям, что закрыты, потому что у них нет бесконтактных градусников. В детской библиотеке пояснили, они пока не могут открыться, потому что нет разрешения от Роспотребнадзора. В библиотеке не закуплены бесконтактные градусники для измерения температуры читателя. В планах приобрести термометры. Пока денег нет на эти цели, а значит и нет возможности открыться. Детское учреждение рекомендует вводить ребят в другие библиотеки города, которые открылись, например, на улице Запорожской, Стофата или Торосова. Наталья Черногорская интересуется, когда начнется обучение женщин в декрете по федеральной программе «Демография» и по каким специальностям? Зам. директора Центра занятости Хакасии Ольга Белошапкина пояснила, программа «Демография» в Хакасии стартовала с 2020 года. Набор уже закончен, он проходил в начале года. 123 женщины получили возможность выучиться бесплатно за счет федеральных денег. На каждую по нацпроекту выделяется не больше 46 300 рублей. Профессии женщины выбирали себе сами. Это ландшафтный дизайн, психология, мастер маникюра, визажист, кадровик. Больше половины мам в декрете уже выучились. Остальные не успели из-за коронавирусных ограничений. Ближайшей осенью они завершат обучение. Желающие поучаствовать в программе «Демография» могут обратиться в Центр занятости в начале следующего года. Главное условие – находиться в декретном отпуске от работодателя и иметь высшее или среднепрофессиональное образование. Мэрия Абакана наградила лучшие семьи. Это церемония традиционная и приурочена ко дню семьи, который в этом году из-за пандемии массово не праздновали. Глава города Алексей Лемин вручил медали за любовь и верность семьи супружеским парам. А еще четыре получили почетные дипломы и денежные премии. О погоде узнаете после информации от генерального спонсора магазина строительных материалов «Азбука ремонта». «Азбука ремонта» – это один из старейших строительных магазинов республики. Уже 25 лет мы радуем своих покупателей огромным ассортиментом лаков, красок, сухих смесей, листовых материалов, стеновых панелей, крепежа, электрического, слесарного и малярного инструмента, а также многих других товаров. У нас отличные розничные цены и специальные условия для оптовиков и строителей, а приятное соседство с магазинами Пол Полыч, Мистер Плиткин и Усадьба позволит вам совершить множество других полезных покупок. Наш адрес – Абакан, Аскийская, 150ф. Первая зарядка для электромобилей появилась в Абакане. В администрации рассказали, что заправщики установили ее за свой счет. Станция открылась по улице Кати Перекрещенко. Протестировать устройство владельцы электрокаров пока могут бесплатно. А после 7 сентября заправщики установят тариф. В пятницу ночью в Абакане облачно и 15 тепла, днем плюс 27 и по прогнозу без осадков. В Саиногорске ночью также 15 градусов выше 0, днем плюс 25, малооблачно и осадков синоптики не обещают. Спонсор прогноза погоды – магазин «Снежная королева». Внимание! Распродажа элитной деловой одежды из Франции и Италии. Скидки до 50%. Европейское качество по невероятно выгодным ценам. А также последняя поставка брюк, юбок и жакетов из Турции по ценам производителя. Ее величество – «Снежная королева», город Абакан, Кирова, 102. На этом у меня все. Если увидите что-то интересное, то отправляйте нам свою новость в мессенджер по номеру 8 923 020 77 00. Лучшее с фото и видео. Не забывайте смотреть новости на нашем сайте ctv7.ru. До встречи. Рекламная агентство Попробуйте уже сейчас.